Слава Богу! Когда касается семинаров, особенно церковных, лидерских, я сам их организовываю на каждой конференции и всегда ставлю определенные цели, чтобы лидера получили то, что ты хочешь, чтобы они получили. Я посещаю много семинаров, ездил по-разному. Знаете, есть такая тенденция, это подхватить такую формулу, чтобы ты ее применил и все заработало как часики. И ты вот ездишь там на платные конференции и приезжаешь, привозишь ребят с собой, так, слушаем внимательно, у них прогрессируют, они прогрессируют, нам надо вот поймать что-то, чтобы помогло нам. И вроде бы ловишь, 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 применяешь, а оно раз и не работает. Думаешь, ну где же эта формула, которая работает, которая должна принести это пробуждение, что все должно измениться. Я думаю, о чем говорили вот передо мной пастыря, это вот и есть такие простые принципы библейские. Можно мотивировать людей. Ты намотивировал их. Через полгода ты смотришь, его надо опять мотивировать. Через три месяца смотришь, его уже надо с депрессии вытаскивать. Почему? Потому что на мотивации далеко не уедешь. И мы должны это понимать. И осознавать, что есть священное описание, есть то, что Бог вложил в наше сердце. И как бы мы не хотели найти легкий путь, мы все равно придем к тому, о чем говорил Мамука, что надо положить душу. И только тогда мы начнем видеть что-то. Знаете, несколько вещей, которые я хотел бы подметить. Первое послание Фессалоникийцам. В первой главе апостол Павел говорит здесь такое слово, 6 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для многих верующих в Македонии и Ахайи». Два момента. Два момента. Первое. Вы стали подражателями. И потом говорит, и Господу. И вы стали образцом для многих. Знаете, иногда мы людей очень быстро пытаемся свести на Иисуса. Вот вы смотрите на Иисуса. А что я делаю? Неважно. Но если мы посмотрим в Писание, мы увидим очень много мест в Писании, где Павел говорит, будь образцом здравого учения. Подражай мне, смотри на тех. То есть есть моменты, где человек должен показать что-то, что человек увидит в нем и поймет, что в других этого нет. Есть определенный образец, который мы должны показать, явить людям. Иисус говорит, что я оставил вам пример. То, что я оставил вам, вы должны смотреть и подражать мне. Павел говорит, что вы, смотря на меня, вы должны видеть что-то во мне. А мы очень часто скидываем в себя ответственность. И говорим, на Иисуса смотри. Все люди, знаете, в Америке есть такая знаменитая фраза. Nobody is perfect. И как бы я же несовершенный. Ну а что ты на меня смотришь? Ну я ошибаюсь, поэтому ты должен меня прощать. Ты должен меня принимать. Но у нас, у людей, которые ответственны, или взяли ответственность за определенное служение, или даже просто мы, мы христиане, мы должны явить Иисуса этому миру. Как мы его явим? Знаете, сегодня хорошие проповеди, красивые проповеди звучат. Сегодня вообще не вопрос в проповедях. Сегодня вопрос, видим ли мы Иисуса в них. Знаете, меня раньше впечатляли большие конференции, меня впечатляли большие учителя, знаменитые. Но по мере возраста ты начинаешь понимать, слушай, а как его семья? А как дети его? А вообще, в служении они или не в служении? А состоялись они в жизни или не состоялись? И вот иногда ты смотришь на человека, вроде бы не сильно выдающий человек, но ты смотришь, дети растут в служении, посвященные, и как-то, нехотя, у тебя поднимается авторитет к этому человеку, ты начинаешь уважать его, ты начинаешь смотреть на него, думаешь, слушай, неважно, красиво он говорит или некрасиво, он что-то делает правильно в своей семье. Дети у него посвященные, дети любят Бога. И тогда ты начинаешь подходить, слушай, что ты, что... И ты начинаешь хотеть именно вот этого, не просто красивые фразы, красивые формулы, но что-то глубже начинаешь видеть. Почему? Потому что есть что-то, что иногда ты не можешь просто даже словами объяснить, а ты должен явить это своими поступками, делами. Мамука прочитал это или процитировал это место. Четвертая книга царств. «Когда они переходили, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал Он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Знаете, я увидел несколько моментов в этой истории. Первое, что я увидел, чтобы принять то, что он увидел в Илье, ему надо было это увидеть, что Илья движется в своем помазании, что Илья делает ту работу, которую Бог призвал его делать, в своем помазании. Он двигается в этом помазании. И точно так же я увидел, что у Елисея не было момента, где он сказал, так, слушай, ох, я даже не думал над этим, что же мне попросить? Что же... Знаете, мы видим в Писании, когда Иисус, видя даже нужду, Он, видя слепого, Он говорит, иди сюда, что ты хочешь? Мотив должен соответствовать нашим желаниям, что мы вообще хотим. Если сейчас задать нам вопрос, а что ты хочешь по жизни вообще? А зачем я бегаю по жизни? И вот этот мотив, он определяет, чего я буду хотеть. Вот этот мотив, он определяет, насколько я буду готов заплатить цену, чтобы увидеть, чего ты хочешь. Чего ты хочешь от служения, позицию, уважения, или просто, чтобы кто-то пришел в Царство Божие. Чего мы хотим от того, что мы приходим в церковь, возрастаем, куда мы стремимся. На нас ответственно. Знаете, в христианстве есть только два лагеря. Это немощные и сильные. И в свое время каждый должен перетечь из немощного в сильного. Он говорит, сильные носители бремена тех, которые слабы. То есть, мы должны занять определенную позицию в Царстве Божьем, где мы будем носители, и являть Иисуса. Он говорит, чего ты хочешь? Он говорит, помазание, которое в тебе, я хочу вдвойне. Знаете, когда можно смотреть на эту историю, думаешь, о, Елисей захотел. Но я думаю, Елисей понимал время, в которое он живет. Елисей понимал, что те моменты, с которыми он будет сталкиваться, и то, что он видел у Ильи, это было классно, это было здорово. Я это признаю. Но во время, в которое я вхожу, то, что ты имел, для меня это будет недостаточно. Поэтому я хочу двойное помазание. Почему? Потому что я понимаю, к чему меня Бог влечет. И я должен повлиять на мое поколение. Больше. Мы должны признавать людей, которые перед нами. Мы должны осознавать, ну, в то же самое время, когда мы смотрим на молодое поколение, мы должны также понимать, что то, что я имею, для них это может быть недостаточно. Те челленджи, с которыми они соприкасаются сейчас, то помазание, в котором ходили родители наши, для них это недостаточно. И если сегодня мы, как лидера, мы их лимитируем и говорим, о, это вот так вот только и не иначе, они не смогут преодолеть. Илья, он не стал противиться, он понимал. Он понимал цену, которую он должен платить. Он говорит, ты трудного просишь. Трудность не заключалась уследить за Ильей. Трудность заключалась носить это помазание. Хождение в этом помазании. Иногда мы хотим двигаться в помазании, в дарах, но мы не хотим платить цену. Илья понимал, что это будет цена. И он говорит, если ты увидишь. Если ты увидишь, то, говорит, ты будешь. На что мы сегодня смотрим? Давид говорит, я всегда видел Господа пред глазами моими. Поэтому я не поколеблюсь. Что мы видим? Что мы желаем видеть? Если мы, как Давид, будем всегда видеть то, что он хочет, чтобы мы видели, то мы тогда смело можем говорить, мы не поколеблемся. То, что он хочет, чтобы мы исполнили, мы исполним. То призвание, которое он имеет для меня, для церкви, для команды, где я служу, мы исполним. Почему? Потому что мы не конкурируем ни с кем. Мы смотрим на него, и мы сфокусированы на него, и мы желаем сделать то, что он хочет, чтобы мы исполнили. И мы будем ходить в этом помазании тогда, когда мы смотрим на него. Исайя, 6 глава, всем знакомо нам место. Я не буду его читать, я просто напомню нам. Там есть такое слово. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, превознесенном, и так далее. Знаете, царь Озия, он был хороший царь до поры до времени. Он воцарился в 16 лет, он царствовал 52 года, за свои 52 года, он укрепил израильскую армию, как никто другой царь, после Давида. Он изобрел машины, он изобрел техники, он делал все то, чтобы усилить израильскую армию. Он тот, который изобрел машины, которые метали камни, и все окружающие народы боялись его. И Слово Божие говорит, что возгордилось сердце его после того, как умер пророк. Возгордилось его сердце. И здесь мы видим, что Исайя говорит, в год смерти Озии я видел Господа. Знаете, я как-то думал, думаю, ну, а когда этого, видел он или нет? Знаете, очень часто в нашей жизни есть определенные вещи, которые выработались годами, новые технологии, новые методы, новые вещи, которые и человек начинает полагать свою опору на эти вещи. И приходит определенное превозношение, запущена машина, которая работает, которая успешно, все смотрят. Но Господа не видно. Бога не видно за методами, за определенными вещами. И когда умирает царь, приходит определенное смятение в народ. И пророк говорит, и в этот год я увидел Господа. Знаете, несколько моментов происходят, когда мы всегда видим Господа, когда мы не смотрим на, не фокусируемся на людей, мы не фокусируемся на определенных, но мы фокусируемся на Него. И все то, что мы делаем, оно вытекает. И вот эти вещи, которые происходят в Его присутствии, первое, мы начинаем видеть, кто Он. Мы начинаем понимать Его святость, Его величие, Его могущество, что все им, и все для Него, и к Нему все равно вернется. И Он просто определил меня в этот маленький участок времени, где Он желает, чтобы я просто вошел в Его волю и исполнил то, что Он желает, чтобы я исполнил. И мы начинаем понимать Его величие, Его могущество, и мы начинаем видеть в Его присутствии свое ничтожество. Мы начинаем осознавать, что если Он не коснется моего сердца сейчас, не важно, что я уже для Него сделал, но если Он не коснется сейчас моего сердца, то, правое, говорит, я погиб. Мне что-то надо изменить. И всегда, когда мы идем в Его присутствие, мы всегда найдем вещи, которые нам надо улучшать, поднимать, изменяться. И дальше, что происходит, Он начинает, Он начинает слышать желания Божьего сердца. И не просто слышать, Он начинает реагировать на желания сердца Бога. Он слышит, четко понимает. Бог не говорит, Исаия, ты пойдешь. Бог просто говорит, кого мне послать. Бог просто открывает свое сердце, и Исаия начинает реагировать. Бог говорит, ты пойдешь, и ты сделаешь, и ты исполнишь. знаете, когда мы видим Господа перед своими глазами всегда, то наши приоритеты, они будут соответствовать вечности. Павел, покидая, или уже готовясь покинуть эту землю, он дает Тимофею простой пример, или совет. он говорит, держись вечной жизни. Вот, держись от этого принципа. Вот то, что я делаю сейчас, как оно будет отражаться в вечности, а что, что в этом будет. просто вот за вот этот момент держаться надо. Тогда, когда я выбираю карьеру, выбираю бизнес, что я делаю, а для чего вообще я это делаю. Держись вечной жизни, потому что если мы будем понимать, что больше и больше будем понимать, что мы просто странники и пришельцы на этой земле, то наши выборы, они будут другими. Согласитесь? Они будут другими. Если мы будем понимать, что мы пар, который появился и исчез, наши выборы будут другими. Мы время будем проводить по-другому, мы будем дорожить временем, потому что дни лукавы. Мы будем понимать, и все меняется в жизни тогда, когда мы начинаем понимать, что у нас очень мало времени. Очень мало времени. еще немножко, и мне 50, буквально через 10 лет. Но время бежит так быстро. Ну, на что мы смотрим? Иисус говорит ученикам, «Я говорю то, что видел у Отца Моего, и вы делаете то, что видели у Отца вашего». Знаете, если мы начинаем внимательно анализировать свою жизнь, на что мы вообще вот смотрим, то я думаю, для нас всех будет самая полезная вещь, на что мы можем смотреть, это крест. и все то, что он сделал на кресте. И когда мы начинаем больше и больше, знаете, Павел говорит, «Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь, стремлюсь». Ей было определенное стремление к чему-то, познать что-то, что он еще не знал до этого. Павел, уходя к Тимофею, говорит, «Помни, помни всегда Господа Иисуса Христа, умершего и воскресшего». Есть некоторые вещи, которые полезно забыть. Павел говорит, «Забывая заднее, мы простираемся вперед». Надо некоторые вещи забывать, тогда, когда ты в служении, кто-то тебя обидел, кто-то тебя ранил. Эти вещи просто надо прощать и забывать. Сегодня мы слышали, но есть вещи, которые мы не должны забывать. И это крест. И если мы об этом будем помнить всегда, что он сделал для меня, то тогда мне будет легко забывать, тогда, когда меня ранят, обижают, что-то не получилось, где-то я что-то планировал, а оно не пошло не так, легко будет. Почему? Потому что я смотрю на крест. Я смотрю туда. и мне не будет больно. Почему? Я понимаю, что он любит меня. Он поднял меня из глубокого рва. Он поставил меня на твердое основание. Он имеет для меня жизнь, будущность, надежду. Он записал меня на своих дланях. Я живу этим, то, что он сделал для меня. И тогда моя жизнь, мне не надо, чтобы меня кто-то мотивировал. Почему? Потому что я знаю, в кого я уверовал. Я просто живу этим. И не важно, как мое служение развивается, не важно, все, что важно, я знаю, что он меня поставил, он меня привлек, и он желает, чтобы я исполнял его волю. И если я знаю, что я делаю его волю, 20 человек, 30 человек, 100 человек, если я знаю, что я делаю его волю, я буду спокоен. Несколько лет назад я познакомился с одним пастором, и он рассказал мне такую историю. Он приехал к своим родственникам в какую-то деревню, по-моему, на Украине где-то. Маленькая очень деревня, там все практически люди вымерли. родня говорит, у нас здесь есть церковь. Он говорит, да, что за церковь? Православная церковь. Он говорит, ну, пойду схожу в воскресенье в православную церковь. Пришел на служение, маленькая церквушка, все, ни одного человека нет. И он смотрит, батюшка выходит в рясе, все как полагается, вышел, и он, когда увидел, что никого нет, батюшка вышел, он спрятался. Он говорит, я встал за стенку и наблюдаю, что он будет делать. Он вышел, говорит, спел несколько псалмов, прочитал несколько псалмов, совершил молитву, там, сделал еще что-то, закончил все, пошел, переоделся, выходит, и он выходит. И говорит, слушай, я спрятался здесь, все наблюдал, что ты здесь делаешь, и говорит, а стоит вообще это все делать? Для чего это все? Он говорит, сынок, не ты меня ставил сюда, не тебе снимать. А он говорит, меня коммунисты хотели снять, и те хотели снять, а Господь сказал делать, я и делаю. Знаете, в вечности мы поймем, и в вечности мы оценим труд, который мы, может быть, никогда не думали оценить, своими человеческими глазами. А для Бога это что-то ценное, драгоценное. Знаете, мы, как люди, нам свойственно определять какой-то успех по видимым каким-то эффектам. А у Бога вообще все по-другому, просто по-другому. Он смотрит на какую-то мать, которая воспитала детей, которая в служении, это человек веры. Мы читаем про героев веры, которые не получили обещанного. Бог говорит, а я не стыжусь называть себя ихним Богом. Почему? Потому что они верили до последнего. И все. И если Бог не стыдится называть их себя, их Богом, я так думал, ну что может лучше награды, когда сам Бог не стыдится называть тебя своим другом, тот, который по сердцу. Это лучше всего. Поэтому, если мы делаем то дело, к чему нас Бог призвал, давайте будем делать это с искренним сердцем. всегда помнить Господа Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. И тогда наши мотивы, они будут искренние, честные, и мы всегда будем анализировать свою жизнь с перспективы вечности. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем. Давайте мы сейчас помолимся. Знаете, Богу важна очень часто не наша теология, и как мы правильно понимаем, как правильно надо молиться, как высказывать мысли. И иногда мы так на это сфокусированы, что мы вообще забываем, что происходит в нашем сердце. Ему важно, пусть это будет неправильная теология, пусть это будут, может быть, нелепые слова, но и когда твое сердце сочетается с твоими словами, его ухо, оно открывается. Когда Даниил начал искать Бога, да, он не видел определенного результата сразу же, но когда Бог пришел, Бог говорит, я услышал тебя в тот день, когда ты расположил сердце, даже не тогда, когда ты открыл свои уста, когда ты твое сердце расположил. Это очень важно в молитве, в первую очередь, анализировать сердце. И единственный помощник, кто может анализировать наше сердце, это Дух Святой. Когда мы позволяем Духу Святому, Дух Святой, приходи, освещай, освежай, он делает наше сердце из твердого, мягкое, он делает наше сердце чувствительным, способно слышать голос Божий, способно реагировать на голос Божий. Мы, как люди, мы не способны, мы даже не способны сказать Богу, Господь, я жажду Тебя, это будут пустые слова, но когда Дух Святой наполняет эти слова, и ты, может быть, скажешь, Господь, я понимаю, что мне Ты нужен, но в сердце пустота, в сердце нету желания молиться, в сердце нету желания больше посвящать себя для Тебя, нету просто желания, измени, и ты увидишь, как что-то начнет меняться в Твоей жизни, просто потому, что это Дух Святой приходит, когда Дух Святой приходит, Он начинает преображать, иногда мы вырабатываем определенную, как бы уже скеджу, знаете, вот я уже много лет в служении, и выработал, и на этот Новый Год, который мы встретили, собрались с друзьями, и я просто, вот мы поклоняемся, молимся, я говорю, Господь, а что вообще я хочу? И у меня просто, я говорю, Дух Святой, я не могу больше возжаждать Тебя, я делаю там, читаю Слово, молюсь, но больше возжаждать Тебя я не могу, поэтому дай мне Твою благодать, вот просто, если Ты не дашь благодать, я не смогу это сделать, я смогу себя там позаставлять несколько дней, несколько недель, если сильно воля, несколько месяцев, но я потом опять опущусь, но когда приходит Его благодать, по-другому все, по-другому, ты читаешь Слово по-другому, ты молишься по-другому, потому что ты понимаешь, что это Божья благодать, и тебе надо реагировать на это, и вот когда мы в служении, очень часто люди говорят, перегорел, если я в служении, если я делаю то, к чему Он меня призвал, если я нахожусь в Нем, невозможно перегореть, Дэвид Вильгерсон однажды сказал, он говорит, люди, которые говорят, что они перегорели, они никогда не были в огне, они были возле огня, если ты находишься в огне, никогда невозможно перегореть, ой, я устал от служения, ой, мне надо баланс, семья, церковь, служение, Бог, и мы начинаем выстраивать определенные там ступеньки, что важно, что не важно, все, Господь, все, что мы имеем, семью, детей, работа, все принадлежит Ему, и мы не рассматриваем с позиции, это мое, Господь, я вот здесь могу развлекаться, я могу здесь это самое, вот здесь я прихожу, я тебе служу, здесь я могу людям послужить, здесь моя семья, у нас нету этого, мы христиане, которые посвящены Богу целиком и полностью, все то, что Он дал нам, наших детей, наше служение, оно все принадлежит Ему, мы находимся в Его воле, мы делаем то, что мы делаем, мы это делаем для Него, я провожу время своей семьей, я не просто что-то там делаю со мной, но мы вместе проводим время, мы этим самым служим Богу, если я провожу время с моими друзьями, я не просто провожу время, но мы имеем общение, этим самым мы служим Богу, да, это может быть спонтанное общение, но этим самым мы служим Богу, все, что вы не делаете, словом или делаем, делайте это как для Господа, мы делаем это для Господа, собрались с друзьями в кафе, сейчас пьем кофу, мы делаем это для Господа, для чего? для того, чтобы получить назидание друг от друга, мы делаем это для Господа, мы открываем дверь для кого-то, мы делаем это для Господа, мы здороваемся с кем-то, мы делаем это для Господа, мы обнимаем кого-то и говорим, слушай, Господь любит тебя, мы делаем это для Господа. один пожилой человек, который отсидел много лет, 18 лет он отсидел, и он работал 2 года, проработал в каменоломне. И больше нескольких месяцев не могли там проработать. И когда ему задали вопрос, как ты смог в таких условиях, проработать 2 года, а он говорит, каждый раз, когда мне нагружали тачку, я это делал для Господа. Поэтому приходила благодать, приходила сила, приходила мотивация, и я это делал для Господа. Не для тех, которые стояли, наблюдали, чтобы я это делал, а я делал это для Господа. Даже тогда, когда тебя, может быть, не видят, мы делаем это для Господа. Почему? Потому что мы помним Господа Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. Субтитры создавал DimaTorzok